На Гомишине активизуется борьба с рослинами, которые погрожают биологической разностаенности и уявляют погрозу для здоровья человека. В приватности разговор идет о баршевнике Сосновского и Сумнике, которые насельство использует для упрыгоживания присядебных участков. Разом с экологами ситуацию оценил Олег Сентюров. Постану на сегодняшний день инвазивные рослины занимаются на Гомишине около 120 гектаров. Для борьбы с областного бюджета на этот год выдают ковына 28,5 тысяч рублей, а при этом часть работ за властный корж приведут земли-кристальники. Боршевник Сосновского распрощающего на территории практически всей Европы лечится, что это самая агрессивная инвазивная рослина, а для его покутая не только экосистема, а и здоровье людей. Причем разума не только об опеках, которые покидают боршевник, и он вытесняет редкие виды рослин, а так само ягоды и грибы из лесов. Луги становятся непродуктивными, молоко, которое отрывается от коров, которые селкуются боршевником, становится горким. Есть на известке про то, что и оно может привести до бесплодия. Борсьба с боршевником началась в 2009 году, а в последний час она активизовалась у якости подтверждения конкретных приходов. Данное растение произрастало только на землях ОАО «Северный Альянс» в размере 14 гектар. Но землепользователям были предприняты все меры по уничтожению данного вида растений. Он применил способ как механический, так и химический. Также он раскорчевал древесно-кустарниковую растительность и вовлек в сельхозоборот данные земли, и засадил это кукурузой. Все это помогло сократить площадь боршевика на 10 гектар только на данном земельном участке. На Гомичине борщевник Сосновского не выявленный только в Брагинском, Наравлянском и Ильичском районах. А прочая года инвазивных видов относит так само сумник канадский, а русский золотарник. Это растение с желтыми кветками. Шмот, кто пригоживает полисадники. Официально на Гомичине она займае всего около 6 гектаров, но каждая растение дает до 20 тысяч населения. Небеспечность сумника для здоровья человека в том, что это очень мощный аллерген. Дякую, что проведенному экологами мониторингу, сегодня докладно вядомые все территории заняты инвазивными видами. Со стороны территориальных органов медприроды в настоящее время активно проводятся мероприятия технического, технологического поверочного характера. Каждому землепользователю, на землях которых произрастают инвазивные растения, будут выданы и уже выдаются предписания со сроком конкретного исполнения. В случае, если данные предписания не будут выполнены, руководители данных субъектов хозяйственных привлекаются к административной ответственности.